Геннадий Венедиктов. Делоский союз и НАТО. История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Василий Осипович Ключевский. Часть первая. Делоский союз. 21 век начался с уникального эксперимента, проводимого на всем, без исключения, человечестве. Физическим аналогом этого эксперимента является смена полюсов магнитного поля. Советский союз прекратил существование в конце 20 века. Марксистско-ленинская идеология растворилась, новая Россия лишь пытается создать идеологические основы своей государственности. В то же время на Западе понятия демократии и прав человека превратились в систему демократических ценностей, ставшую идеологией. При этом распространение или навязывание новой идеологии стало целью ведущих западных государств. В том числе силовыми методами. Понятие демократия, как один из способов управления обществом, государством, трансформировалось. Базовые принципы демократии, такие как свобода слова, стали нарушаться, инакомыслие преследоваться. Участие народа в управлении государством через выборы также приняло искаженные формы в виду внедрения самых изощренных политических технологий. Демократия превратилась в расхожий термин, который обозначает набор не всегда понятных ценностей, тех, что должны декларироваться и исполняться государствами, которые претендуют на роль демократических. Для продвижения и модерирования этих ценностей создан колоссальный наднациональный бюрократический аппарат. Эта бюрократия не только разрабатывает идеологические принципы и контролирует их исполнение, но и внедряет элементы плановой экономики. Год от года такой экономический процесс углубляется, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, хоть и в меньшей степени, по наличию идеологии и плановой экономики заняли место Советского Союза. При самых благих намерениях в 21 веке возникает неисчислимое число кризисов и проблем. Поневоле приходится задуматься о принципах функционирования демократического общества. Для этого имеет прямой смысл обратиться к историческим аналогиям. Сравнительные жизнеописания Плутарха дают для этого богатый материал. Делоский союз. Древние Афины – родина демократии в современном ее понимании. В начале VI века до н.э. Солон, став архонтом и понимом, дал афинянам демократический закон. Его реформы установили все главные принципы демократического устройства общества – участие народа в управлении государством через выборных представителей, разделение властей, исполнительной, законодательной, судебной, свободу слова. Не лишне будет заметить, что Солон почитается как один из семи мудрецов. Принадлежал он к высшей аристократии и вполне мог бы стать тираном. Установление демократии – это его мудрый выбор. До Солона законодателем был драконт, оставивший первые письменные своды законов. Суровость этих законов была такова, что его имя увековечено поговоркой «драконовские законы». Смертная казнь применялась при достаточно легких проступках. Однажды его просили отменить казнь юноши. Неужели нельзя найти другое наказание – казнить за этот проступок неправильно? Драконт ответил, что казнь и ему самому не нравится, но он не знает ничего лучше. Сильной стороной демократии являются обратные связи между властью и народом, позволяющие выявлять общественные проблемы и заставляющие своевременно на них реагировать. Афины, стоявшие на пороге многолетних греко-персидских войн, благодаря новому демократическому устройству сумели создать прочное гражданское общество, которое через сто лет победило полчища варваров-персов, во много крат превосходящие греческие войска. На протяжении двух столетий демократические Афины процветали, а верховную власть в полисе возглавляли выдающиеся государственные деятели и полководцы. Имена этих людей сохранились в веках. Мельтиад, разбивший персов при Марафоне, Фемистокл победитель в судьбоносном морском сражении при Соломине, Аристит и Кимон, блестящие полководцы, Перикл, превративший Афины в империю. Поразительно, как на протяжении 150 лет Афины одного за другим рождали этих великих людей. Поразительно и то, какие примеры военного и гражданского мужества демонстрировали они, какую государственную мудрость являли. Безусловно, их плеяда показывает, что здоровое гражданское общество, объединенное общими целями, выдвигает из своей среды самых востребованных и способных. Однако, афинская демократия погибла. Истоки своей гибели, она несла в себе, в тех слабостях демократического устройства, с которыми общество не сумело справиться. Внедряя демократический закон, Солон, стремясь создать единое общество, значительно урезал права аристократии, но дал возможность демосу, народу, играть существенную роль в управлении. В результате сложились условно две партии, хотя и не оформленные в современном их понимании. Приходя к власти, верховные правители делали упор, либо на одну, либо на другую. Солон принадлежал к высшим слоям аристократии, но стоял над партийными интересами. Мельтиад, Аристит, Кимон придерживались аристократии. Фемистокл, благодаря своему сомнительному происхождению, опирался на народ. Перикл был аристократом, но в политике также искал основную поддержку в народе. Толпа непостоянна. Позже римляне скажут валк в свалт-де-сипи, и оргоу-де-сипиатр, толпа хочет быть обманутой, так пусть же будет обманутой. Фемистокл и Перикл вынуждены были заигрывать с толпой, натравливать ее на своих противников, самым циничным образом развращать народ посулами. Аристократы Мельтиад, Аристит, Кимон, оставались принципиальными и последовательными в отстаивании интересов государства, даже в ущерб собственным. В Афинах существовала процедура астракизма, призванная оберегать демократию от угрозы тирании. Самые выдающиеся граждане, заподозренные в желании узурпировать власть, могли быть изгнаны на 10 лет путем общенародного голосования. Черепки разного цвета, которыми люди выражали свое мнение и дали название процедуре. Результат не замедлил сказаться. Солон, избегая астракизма, добровольно ушел в изгнание, Мельтиад по надуманному обвинению был приговорен к огромному штрафу и умер от боевых ран в тюрьме, Фемистокл, Аристит, Кимон, подвергнуты астракизму. Лишь Перикл, приведший Афины к максимальному расцвету, но и погубивший их, умер своей смертью во время эпидемии, оставаясь во власти. Казалось бы, множество полезных уроков можно извлечь из тех древних времен, когда рабовладельцы были погружены в рассуждения о нравственности и морали, военной доблести и гражданском мужестве, интересах общества и государства. В течение описываемого периода расцвета Афин бушевали греко-персидские войны с 492 по 449 годы до нашей эры. Именно внешняя угроза сплотила греков. Природные условия, гористая местность, настолько разделяли разные части Греции, что единого государства там не сложилось до прихода Александра Македонского. Полисы развивались самостоятельно, а национальным развлечением были набеги на соседей с целью грабежей и наживы. Спарта, Афины, Фивы с разным успехом стремились к доминированию. При этом долгое время внешняя угроза практически отсутствовала. Напомним, что к моменту рождения Солона, Рим был захолустным городишкой, о котором греки не знали вовсе. История греко-персидских войн оставила нам имена героев и названия битв, ставших именами нарицательными Фермопилы, Леонид, Марафон, Мельтиад, Соломин, Фемистокл, Плотей, Павсаний, Аристит. Кимон Афинский, его годы жизни с 504 по 450, на наш взгляд, должен рассматриваться отдельно, как наиболее выдающийся греческий полководец. Он был сыном Мельтиада, победителя персов, в Марафонской битве в 490 году. В качестве рядового воина и главнокомандующего участвовал во множестве сражений, в том числе битвах при Соломине, Плотеях. После изгнания Фемистокла, в 470-м, стал главным политическим деятелем древних Афин. Не ограничившись изгнанием персов из Греции, он перенес военные действия в Ионию, что в Малой Азии, и постоянно громил их. Известен случай, когда Кимон в течение дня одержал три победы на море и на суше, превзойдя всех известных полководцев. По его словам, на расстоянии конского перехода от берегов моря, в Ионии, не осталось ни одного перса. Но благодарный народ и его подверг астракизму. Во время Третьей Месенской войны, в 465-458 годах, основной соперник Афин, Спарта, оказалась на грани гибели. Страшное землетрясение разрушило городские стены, а элоты подняли восстание. Спарта обратилась за помощью к Афинам. Здесь у многих возникло настроение окончательно добить конкурента. Однако Кимон заявил, что Греция без Спарты – это человек на одной ноге. Он выступил на помощь Спарте. В результате был обвинен лакедимонофильстве и по итогам грязной политической борьбы, подвергнут астракизму. Он еще вернулся и возглавил ряд походов. Умирая во время военной кампании на Кипре, он приказал своим сподвижникам немедленно отплыть, скрывая его смерть, что и было исполнено ни враги, ни союзники, ни о чем не догадывались. По пути назад, афиняне выиграли два сражения – морское и сухопутное – у войска персидского царя. Афиняне благополучно возвратились под начальством Кимона за 30 дней до того умершего. Стараниями Кимона и Аристида во время персидских войн в 478-м был создан первый афинский морской союз – Делоский союз, объединение греческих полисов с числом членов от 150 до 330. Название союза происходит от острова Делос, где находилась его штаб-квартира. В храме острова участники союза собирались на совет, там же хранилась его казна. По договору между союзными греческими городами, каждый из них должен был выставлять определенное количество воинов и кораблей. В мирное время это было хлопотно и накладно. Кимон предложил желающим вносить свою долю деньгами. Большинство с радостью согласилось. На поступающие деньги афины строили флот, содержали большое войско. Кимон добился потрясающих побед над персами. Однако вскоре союзники афин обнаружили, что они не имеют возможности вести самостоятельную политику. Все военные ресурсы находятся у их старшего товарища, и решающее слово остается за ним. Этим воспользовался Перикл, его годы жизни, 494-429. С его именем связан пик расцвета Афин, он в частности, инициировал строительную программу, в результате которой был перестроен Акрополь. Это был блестящий оратор и успешный воин. Основным же его талантом было владение приемами политической борьбы, в том числе, и достаточно грязными. Формально с 442-го по 29-й годы он был лишь одним из стратегов, но обладал авторитетом, позволявшим ему фактически управлять полисом. К его приходу во власть стараниями Кимона, внешние угрозы были устранены, афины обладали самым мощным флотом и армией, на которые союзники регулярно давали деньги. Все это в совокупности вызвало соблазн подчинить союзников, создать, по сути дела, империю. Перикл провел множество успешных военных кампаний. Однако, если Кимон уничтожал врагов Греции, то Перикл убивал в большом числе своих соплеменников. В 454 году Перикл перенес штаб-квартиру и казну Делоского союза в Афины, начал использовать его средства в своих целях. Эти действия нравились афинскому народу, укрепляли внутриполитическое положение Перикла. Однако они же привели к конфликтам между афинами и менее влиятельными членами союза. Экспансионистской политике Перикла мешала Спарта, с которой путем интриг Перикл спровоцировал Пелопонезскую войну. Сражения с переменным успехом продолжались 27 лет, с 431 по 404 годы и закончились поражением Афин. Поначалу афинам сопутствовал успех. Но затем стали проявляться проблемы лицемерно-демократического устройства общества, которое взрастил Перикл. Демократическим оно оставалось лишь номинально. На самом деле власть Перикла была авторитарной, а демократические процедуры использовались им в политической борьбе, в демагогической форме. В результате военных действий Афины наводнили беженцы, началась эпидемия. В 429 году от болезни скончался Перикл. Афинское общество уже не было таким сплоченным, как во времена Персидских войн. Нравы отличались откровенной распущенностью. Надо отметить, что Перикл был вознесен на уровень его великих предшественников, Плутархом, жившим с 50 по 125 год нашей эры. В классические греческие времена Кимон или Аристит оценивались гораздо выше него. Исключительно талантливый в военном искусстве Алкевиат обладал множеством пороков и изворотливостью. Племянник и воспитанник Перикла, он свою политическую деятельность выстраивал на противостоянии Спарте. Тем не менее, опасаясь попытки привлечь его к суду, именно туда бежал Алкевиат в разгар сицилийского похода. Умение мимикрировать сообразно обстоятельствам очень здесь пригодилось. Он заделался было большим лакедемонянином, чем коренные спартанцы. Он дал ряд ценных советов спартанцам в их борьбе с Афинами, благодаря которым Спарта получила перевес, ставший критическим после поражения Афин в Сицилии. Однако порочная натура взяла верх, он соблазнил жену царя. Завистники затеяли убийство Алкевиада. Он бежал из Спарты, но умудрился пристать к Афинскому флоту. Моряки избрали его стратегом, началась серия блистательных кампаний Алкевиада. Афины были близки к окончательной победе. К этому времени, отвыкшие от внешних угроз, афиняне погрязли во внутриполитических интригах. В частности, не желая возвышения Алкевиада, афинские интриганы всячески ограничивали его в средствах. Алкевиад вынужден был отправиться за сбором денег к союзникам. При этом, он строго-настрого запретил вступать в сражение во время своего отсутствия. Тщеславие предводителей взяло верх. Уверенные в превосходстве сил афиняне спровоцировали спартанского царя Александра на военную хитрость. К возвращению Алкевиада, разгром афинского флота был полный. Внутренние интриги в Афинах продолжались. Алкевиад был обвинен в поражении, вынужден был бежать к персидскому сатрапу. Достойных преемников у афинян не нашлось. Лиссандр заставил Афины капитулировать, разрушил городские укрепления. По окончании Пелопоноской войны, в 404 году до нашей эры, Делоский союз был распущен. В союзных афином городах, Лиссандр, поставил своих ставленников-тиранов. С демократией было покончено. Но и строгие спартанские нравы, Лиссандр подорвал окончательно. Наводнив Спарту богатой добычей, он приучил население к сытой жизни и роскоши. Спарта очень быстро деградировала. Греция опять распалась на множество независимых враждующих между собой полисов. Объединил их уже Александр Македонский, а вскоре за ним пришли римляне. Героическая история Древней Греции закончилась.